Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. Мы напомним, что сегодня в нашей стране празднуется вторая годовщина воссоединения Крыма с Россией. И сегодня у нас в гостях секретарь общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Как известно, основанием для воссоединения Крыма с Россией стал референдум, который был проведен в 2014 году. И 97% жителей Крыма проголосовало за то, чтобы воссоединиться с Россией. Вот с вашей точки зрения, чем это было обусловлено? Той политической ситуацией, которая сложилась в регионе в тот момент? Или все-таки тем, что крымчане считают себя русскими? Я думаю, что, безусловно, прежде всего, это было вызвано той реальной ситуацией на Украине, которая сложилась в феврале 2014 года. Переворот в Киеве, майданная революция, фашистствующие молодчики, призывы к уничтожению всего русского, запреты на введение изучения русского языка, на говорение на русском языке. Для всех, ощущающих себя русскими, это было настоящим потрясением. И, конечно, это вызвало ответную реакцию народов Крыма, да как и нашу с вами реакцию, как мы на это отреагировали. Крымчане отреагировали адекватно. И, конечно, это, с одной стороны, это было основным событием, положенным в начало вот этих исторических таких решений, которые затем уже народ Крыма принял. И это с одной стороны. С другой стороны, ведь не в одночасье вызрело это решение. Вот эти события на Майдане подстегнули, придали этим решениям такой целенаправленный и ясный характер. Но ведь еще мы знаем, что в 1991 году крымчане проводили референдум. И тогда, когда начался вот этот дележ страны, то они высказались за вхождение в состав России. И за возвращение к своим берегам. И эта отложенная мысль, это вечное стремление обрести свою родину, любого нормального человека, оно жило у всех, кто истинно ощущает себя русским по духу, по языку, по традициям. Эту мысль восприняли и народы, многонациональный народ Крыма. Не только русские. Я не раз была в Крыму и видела эти настроения. Я их чувствовала в разговорах с людьми. Они были смикшированы. Они об этом говорили тихо. Я помню, вот я была в Крыму до этих событий в 2013 году. И мы посещали завод шампанских вин. Была экскурсия прекрасная. И когда мы пришли на экскурсию туда, экскурсовод нам говорит, как мы соскучились по России, как мы ждем, когда же это случится. Это был разговор рядового человека на заводе, на котором я впервые была. И вот это мы все ждем этого. Мы устали этого ждать. Вот это было сказано в июне 2013 года. И таких встреч было очень много. Поэтому здесь историческая справедливость, она жила в людях, потребность обрести родину была. И события на Майдане придали этому ускорение, которое вот закончилось этой замечательной крымской весной 2014 года. Наталья Николаевна, опять же, с Вашей точки зрения, насколько важно воссоединение России с Крымом для страны в целом, и в том числе для нашего региона? Хороший вопрос. Его часто задают. Безусловно, важно. Потому что это справедливо. В этом сила. Это обретение того, что когда-то было совершенно волюнтаристски и незаконно отторгнуто. Уже поэтому это важно. Нельзя, неправильно. Это разрушает нацию, историю, разрушает память, раскидывание, разбрасывание камней. И это наши православные истоки оттуда идут. Истоки нашей государственности идут из Крыма. За Крым бились воины на ни одной войне. И последняя война прокатилась по Крыму с участием в том числе и рязанцев, которые воевали в Крыму. Это важно для каждого русского человека ощущать, что Родина едина. Родина воссоединяется. Родина крепкая. И самый главный посыл вот в этом историческом факте заключается именно в том, что для любого гражданина своего Отечества важно осознать силу своей страны, сумевшей не просто заявить о своих намерениях, но и осуществить намерения по воссоединению утраченного. И весь мир, и мы с вами, и все жители Рязани, в основном все позитивно отозвались на этот шаг, потому что увидели в этом большом государственном акте и свои личные желания увидеть страну сильной, способной отстаивать свои национальные интересы, страну, сумевшей и умеющей слышать своих соотечественников, слышать своих людей, живущих в Крыму, которые заявили о своем желании воссоединиться с Россией, вернуться домой, вернуться в Россию. Сегодня по всей стране проходит огромное количество мероприятий, посвященных этому событию. Что ожидается у нас в Рязани? У нас, как и по всей стране, вы правы, проходят эти мероприятия. Мы вместе, лозунг этих мероприятий, мы вместе с народом своей Рязанской области, мы вместе с жителями Крыма, жителями других территорий России великой нашей, заявляем о справедливости этого события. И в школах проходят уроки. Вот, например, вы знаете, я работаю в библиотеке директором. У нас прошел видеомост с Государственной библиотекой молодежи в Крыму. Мы разговаривали с молодыми сотрудниками нашей библиотеки, общались со своими коллегами в Крыму, в Симферополе. Мы говорили на одном языке, на одном языке думали. Мы говорили о профессиональной деятельности, но все радовались этому нашему совместному сегодня деланию работы, которую мы любим. Проходит очень много встреч. Вот буквально сейчас начнется встреча России и Крым, истории современности, встреча молодежи с политологами на площадке библиотеки имени Горького. Проходят уроки в музеях. Эти встречи сегодня очень нужны. Они проходят в течение всей недели. Но главным событием этой недели станет митинг-концерт, который состоится по традиции на Площади Победы. Он пройдет 18 марта в 16 часов и будет посвящен этому знаменательному событию – воссоединению Крыма и России. Пользуясь такой замечательной возможностью, я прошу через ваш канал передать приглашение от имени организаторов этого митинга ко всем жителям Рязани, к молодежи, ветеранам, работающим и пенсионерам, всем, кому дорого наше Отечество. Я приглашаю всех патриотов нашей Родины, всех вместе прийти на этот митинг и заявить свою солидарность той политике, которую проводит руководство страны по воссозданию мощного, единого государства. Я приглашаю всех прийти на эту замечательную встречу, на митинг-концерт «Мы вместе». Ну что ж, я надеюсь, наши зрители услышали вас и обязательно посетят это замечательное событие. Но вас мы благодарим, напоминаем, что сегодня о воссоединении Крыма с Российской Федерацией мы разговаривали с секретарем Общественной палаты Рязанской области Натальей Николаевной Гришиной. На этом наша программа мы заканчиваем. Увидимся в следующих выпусках. Всего доброго.